Приветствую вас! У вашего вопроса, конечно, есть, ну, конечно, есть довольно много, значит, спорных моментов, довольно много интересных моментов, значит, у вашего вопроса есть несколько непонятных моментов, значит, пожалуй, первое, о чем я хотел бы с вами поговорить, это то, значит, что вы пишете о боязни своей близости физической, то есть дело даже не в сексуальной близости, как таковой, если я правильно вас понял, а дело здесь именно в близости вообще. Ну и, соответственно, вы же понимаете, что этот страх, он из ниоткуда не взятен, то есть у него есть определенные причины, у него есть определенные, у него есть определенные симптомы, у него есть определенная природа. Вы, наверное, знаете, что, ну, знаете для себя, нужно это, конечно, правильно называть, Вы, наверное, знаете для себя, когда это появилось, после какого момента это произошло и так далее. То есть вы все это знаете, что вы об этом не пишете нам. Вы рассказываете только о следствии того, что с вами произошло. Например, вы говорите, что, значит, ну, что влюблялись, что как-то вот хотели, чтобы у вас были отношения какие-то, да, то есть все вот это вот вы хотели бы для себя, но при этом статья заключается в том, проблема заключается в том, что вас тут отталкивает, вот панический страх. И вы знаете, вот, не оспаривая тот ответ, который вам, значит, дала моя коллега, вот, не оспаривая этот ответ, Мне бы хотелось, ну, наверное, высказать такое, знаете, небольшое свое, может быть, предположение относительно того, что у вас может вообще быть, что у вас вообще может происходить. И по моему мнению, вы довольно сильно, я бы сказал, даже очень сильно, находитесь под влиянием, значит, своей семьи, своих родных, родных, которые, которые влияют на вас и которые, как бы, говорят вам о том, что вы должны. То есть вот, по их мнению, вам нужно уже 21 год, вам нужно, по их мнению, значит, заводить семью. Ну, вот несколько странно. То есть, вкладывает ощущение, что вот то, как вы на это, на все реагируете, то, как вы это все воспринимаете, именно связано с тем, что ваши родители, ваши родные, они по сути дела выработали у вас некую такую, знаете, не побоюсь этого слова, вы, наверное, вкладываете на аллергию на какие-то серьезные отношения, понимаете. И вы настолько теперь уже считаете, что серьезные отношения это вот прям что-то такое плохое, или что-то такое нежелательное, что-то такое прям, ну, обязательное. И настолько вы в это поверили, настолько вы в этом убедились, на примере, опять же, на примере своих родителей, что вам не хочется, вам кажется, что это прям плохое обязательство. И, соответственно, ну, опять же, как вариант, мне кажется, что это одна из, ну, довольно таких вот возможных причин, по которым вы так вот себя чувствуете. И в этом случае вам, конечно, нужно прорабатывать детско-радические отношения, в первую очередь, потому что, ну, сами понимаете, панический страх, это довольно серьезно. Значит, это первое. Второе, о чем нужно подумать. Значит, второе, о чем нужно подумать, это, на мой взгляд, значит, причины все же ваших страхов. То есть, с чем они связаны, эти ваши страхи, какова их природа, этих ваших страхов, как давно у вас эти страхи появились. Значит, и, собственно говоря, чего именно, чего конкретно, да, вы боитесь. То есть, это тоже очень важный момент, потому что причина страхов, она, безусловно, нуждается в некотором таком рационалистическом подходе, скажем так. И до тех пор, пока вы не начнете проговаривать свои страхи, до тех пор, пока вы не начнете осознавать их, до тех пор, пока вы не начнете отдавать себе отсчет в том, чего же именно, да, вы все-таки боитесь, вот до тех пор вам будет очень тяжело. С другой стороны, сказывается ощущение, что вы неуверенный в себе человек. И этот вывод я сделал на том основании, что вы подвержены общественному мнению. То есть, вы говорите, что общественное мнение на меня давит, и что я чувствую себя обязанно и так далее. То есть, нет у вас какой-то свободы, может быть, в том, что вы делаете. Нет у вас ощущения, что вы самостоятельно своей жизнью управляете. Нет у вас ощущения свободы. Нет у вас ощущения, может быть, того, что вы не теряете полностью ответственность за себя. Вот, и здесь, конечно, нужно в обязательном порядке работать с вашей уверенностью в себе, может быть, с самооценкой, может быть, ставить перед собой какие-то новые задачи, какие-то новые цели, вот, чтобы, ну, чтобы увеличивать уверенность в себе, чтобы, чтобы больше полагаться на себя, а не на других людей. И вам необходимо обязательно, вы знаете, проанализировать ваше детство, ваши детские переживания, там, может быть, страхи, и вообще, проанализировать все ваши детские отношения, потому что вот этот страх, который у вас есть, он появится оттуда. И только путем поиска вот этого вот переживания первичного, которое породило страх, только с помощью этого можно будет постепенно путем бесед с вами, путем, возможно, свободного ассоциирования и такой метод, можно будет выявить истинную причину вашего страха. Может быть, мы имеем дело с вытесненными желаниями, то есть, например, вы хотели всю свою жизнь сознательную, допустим, заниматься чем-то творческим, чем-то своим, а вам говорили, что вот уже пора семью создавать, да, 21 год. И это, может быть, давило на вас с самого раннего детства, что вы обязаны делать то, что хотят от вас родители, то, что требуют от вас родители, то, чего ожидают от вас родители. И в результате получилась вот такая вот ситуация, что в любой близости вы видите один сплошной негатив. Ну и все-таки, знаете, вот вы боитесь проявления внимания к себе, это тоже, кстати, довольно интересно, что вы не боитесь общаться с людьми, а боитесь именно проявления внимания к себе, то есть, боитесь того, что люди вас воспринимают в определенном контексте, может быть, в более личном контексте. И тогда, может быть, проблема связана в том, что вы не уверены в себе как с личностью, не уверены, что представляете интерес для тех людей, которые проявляют к вам интерес. Моментов здесь может быть много, конечно, как видите, причин вашего поведения тоже может быть много. Я думаю, что нужно разбираться с вашими проблемами, потому что, видите ли, ну, допустим, сейчас, может быть, вы семью не хотите, да, сейчас, может быть, вы все-таки считаете, что это, скорее, обязательство, реальная ваша потребность, вот, но, там, через 5, 6, 7, 8, 10 лет У вас у самой появится желание создать хотя бы пару, хотя бы быть в отношениях, хотя бы просто чувствовать себя женщиной и лучше-лучше поработать с вами сейчас, пока это легче, чем потом, вам будет тяжелее. Добавно, что вы говорите про свою асексуальность, как бы у вас не было сексуальной травмы. В детстве, там, что, ну, вот, у полового созревания людей есть свои тонкости, свои естественные формы развития, и об этом с вами тоже нужно поговорить, то есть, может быть, у вас нарушились какие-то физиологические процессы, и тогда вам, извините, может быть, имеет смысл обратиться и к врачу, чтобы проверить, например, свои гормоны и так далее. То есть, что на вас обращали внимание девушки, ну, это ничего не значит, для вас они представляют такую же опасность, то есть дело здесь, может быть, не в гендерном признаке, а в тех кто-другом. Вот, но в любом случае, разбираться с этим нужно, потому что, понимаете, проблема достаточно серьезная, вот, как я уже сказал, не сейчас, но потом она вполне себя проявит, то это сейчас вам будет легче, легче ее проработать, вот. Ну, там дальше, когда будет понятно, чего именно вы боитесь, может быть, можно будет вам дать более конкретные рекомендации, а может быть, вам будет рекомендована довольно-таки длительная терапия. На этом все, надеюсь, что помог вам, мне тут какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!